Новости Богородского района. Богородская 43.ру В субботу 6 августа с рабочей поездкой Богородский округ посетил в Рио губернатора Кировской области Александр Соколов. Его знакомство с муниципалитетом и с жителями началось с посещения спортивных объектов поселка Богородская площадки ГТО и многофункциональной спортивной площадки. В Рио губернатора стал свидетелем мастер-класса, проходившего в этот день на спортивной площадке. Выпускник Богородской школы, ныне член спортивной организации Российской Федерации КЕНДО Евгений Отмахов познакомил богородскую молодежь с новым для них видом единоборства КЕНДО или техникой фехтования бамбуковыми мечами. В личном общении с в Рио губернатора спортсмены отметили, что сейчас в Богородске появились все условия для занятия спортом. Для полного счастья не хватает только новой беговой дорожки на стадионе. Прежняя со временем пришла в негодность и стала травмоопасной. Александр Соколов инициативу поддержал. Следующим пунктом программы рабочей поездки Александра Соколова стало посещение Богородского центра культуры и досуга. Александр Соболев, председатель. Дома? У вас что за веселые старты? У нас веселые старты вот такие. У нас сегодня здесь проходит мероприятие с очень интересным названием. Александра Соколова заинтересовала работающая в этот день площадка околорайонного дома культуры с интересным названием «Встреча без галстуков». Председатель Думы Богородского округа Александра Соболева пояснила главе региона, что это новый формат работы с активными и неравнодушными жителями Богородского округа. Главная цель – организовать диалог местной власти и населения. А главная тема – вопросы развития активных форм участия граждан в общественной жизни и развития своего муниципального образования. Я не ругаюсь, я просто сказал, как есть. Слово нормальное. Богородчане рассказали депутатам и местной власти о своих проблемах, сдали интересующие вопросы. На большинство из них получили ответы прямо на месте. Те вопросы, которые требуют проработки, были взяты на контроль специалистами администрации. Также на площадке работали инициативные группы по подготовке проектов по поддержке местных инициатив. Далее высокие гости перешли в зал районного дома культуры, где, спрятавшись от жары, Александр Соколов встретился с активом Богородского округа. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Богородчане задали главе региона вопросы, касающиеся газификации муниципального образования, капремонта многоквартирных домов, работы муниципалитета по исполнению судебных решений, отсутствия в районе детского стоматолога и многое другое. На все вопросы были даны ответы. Подробнее об этой встрече читайте в следующем номере газеты «Богородская заря». После разговора без галстуков из районного дома культуры Александр Соколов переехал на производственные площадки Богородского молочного завода. На предприятии работают сейчас 146 силовек. Средняя заработная плата более 44 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом число работающих мест на заводе увеличилось на 57. Только за прошлый год компания инвестировала в собственное развитие более 37 миллионов рублей. Как рассказал директор предприятия Сергей Акопян, основной и единственный поставщик сырого молока – это хозяйство «Красное знамя», находящееся в Куменском и Богородском районах. Александр Соколов побывал и в сырном цехе, где уже более трех лет из краснознаменного молока дом сыра производит вятский пармезан. В рех губернатора позитивно оценил работу Богородского молочного завода. Визит губернатора в наш район начался в 13.15, в 15.20 он закончился.